Повышение качества жизни на селе по-прежнему одно из приоритетных направлений развития республики. Особое внимание муниципалитеты уделяют медицинскому и транспортному обеспечению. Наша съемочная группа побывала в Яльчикском районе. В Яльчикском районе государственная программа развития здравоохранения реализуется с 2013 года. Благодаря ей строятся новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Всего в районе действует 23 ФАПа. Раньше ФАП в деревне Полевые Буртасы располагался в здании Дома культуры. В выделенном помещении было холодно, мало места и света. Включение в федеральную программу было как нельзя, кстати. Сегодня в обновленный фельдшерский пункт обращаются жители двух деревень – Белое озеро и Полевые Буртасы. Это порядка 300 человек. Людям сейчас легко, не надо бегать в райцентры, здесь можно лечиться на местах. Принять участие в строительстве жители посчитали личным долгом. Помогал каждый, кто словом, кто делом. Строили, как сказать, всем миром. И деревни все, и старые, и молодые все приходили помогать. Кто это там, копали, тракторы привозили. Почти вся деревня, кто мог, все выходили. Помогли очень много. Врачебная амбулатория села Ново-Байбатарева работает с 2006 года. С этого времени жители семьи окрестных деревень, относящихся к амбулатории, получают медицинскую помощь на местах. Это очень удобно, потому что все под рукой. Раньше нужно было ездить в Яльчике, для того, чтобы сдать анализы, чтобы посетить врача. В этом году в амбулатории начал работу стоматологический кабинет. Теперь врачи-стоматологи из Яльчикской ЦРБ могут по графику принимать всех желающих. Андрей Алексеев – первый молодой специалист, приехавший в Яльчикский район по программе «Земский доктор». Ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Вот по этой программе приехал в село, в родное село, где у нас есть амбулатория местная. Вот там есть кабинет врача-стоматолога. Вот там и начал работать по программе «Земский доктор». Ну, после того, как отработал пять лет, сейчас перевели уже в центральную райбольницу. Уже стал заведующим отделением. Качественная жизнь на селе невозможна без хороших дорог. Речь не только о строительстве новых, но и ремонте уже имеющихся. Автодорога Комсомольская-Яльчики – Новые Шимкусы была построена в 90-е годы для связи с районным центром, а также разгрузки транспортного потока на федеральной трассе. Со временем дорожное полотно пришло в негодность, появились ямы и выбоины. На ремонт пятикилометрового участка автодороги в Дорожном фонде Республики и района предусмотрели около 37 миллионов рублей. Дорожные работы велись поэтапно, и в 2019 году обновленная дорога вновь вернулась в эксплуатацию. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.